Всем привет! С вами Алексей Генетик. Сегодня обзор будет о гидроизоляции. Точнее не о нанесении гидроизоляции и рассказывать о типовых характеристиках, а то, что у меня сейчас случилось со стенами, которые обработаны гидроизоляцией. То есть у меня уже подготовка стен была сделана. Я приступил к укладке плитки. Сейчас покажу, что у меня случилось. Ну, давайте все по порядку. Поехали. Так, ну, в общем, вот, стены у меня готовы. Я обработал гидроизоляцией летокол. Вот. Все это сохло у меня два дня. До этого стены высохли полностью. Они сухие. Совсем я пытался прокручивать туда саморез. Ну, то есть видно, что стены высохли. Все как всегда, в принципе. А тут получается момент. Я ставил на нижний ряд профиль, под нижний ряд плитки, чтобы опорный был. Вот. Положил, значит, ряд плитки. И вот сегодня решил снять профиль. Открутил саморез, а там просто, как получается, как вздумать гидроизоляция. То есть вот. Я взял, вырезал кусочек ножичком и все это без труда отклеилось. Сейчас продемонстрирую, как это отклеивается. То есть я беру и вот гидроизоляцию снимаю. Я начал еще проэкспериментировать, что будет в другой части. Вот как отходит гидроизоляция от стены. Пока не знаю, что это такое. Стены были загрунтованы, все высохло. Почему вот это происходит, сейчас буду как бы разбираться. Ну, возможно, даже буду обращаться к производителям данной гидроизоляции. Покажу им вот это все. Все это вот таким вот образом отлетает. Это что касательно гидроизоляции. Катер с клеем. Гидроизоляция с клеем. А где просто гидроизоляция, то она снимается как пленка. Гидроизоляция с клеем. Как будто пленка просто клеем. Видно, да? Гидроизоляция с клеем и все это с легкостью отрываем. Остается вот небольшой слой, но по сути отходит часто. Гидроизоляция с клеем. Покажем, back. ну вот собственно и все показал гибризоляция отстала от стены то что было наклеено кафель на гибризоляцию тоже с легкостью оторвалось сейчас буду выяснять причины либо все-таки стены не совсем высохли либо дело в грунтовке потому что я грунтовал стены универсальной грунтовкой цивизит возможно надо было загрунтовать грунтовкой производителя литропол которую они рекомендуют под гибризоляцию в общем это буду выяснять я не снимаю себя вины и ответственности за то что вот как бы сделано вот я просто хочу найти причину почему же все-таки гибризоляция стала отходить от стены то есть мне проще изначально если я заметил что-то идет не так снять при плитке снять гибризоляцию выяснить причину и сделать уже качественно и надежно чем если бы это выявилось впоследствии эксплуатации плитка бы просто упала было бы всем неприятно тут стеклянная стеклянная рамка бы стояла которая стоит денег если все это ну как собственно мозаика ну работа в общем то есть если бы в процессе эксплуатации просто не дай бог плитка бы упала не дай бог еще и на человека то есть ну это было бы очень печально поэтому как только я выявил что гибризоляция нанесена ну я не скажу что некачественно то есть гибризоляция отстает от стены я принял решение сделать эксперимент как будет открываться плитка ну и собственно уже снять всю гибризоляцию и переделать работу так что советую вам как бы но если вы замечаете то есть идет у вас процесс работы и вы понимаете что где-то делаете неправильно но пытаетесь все это скрыть как-то заделать это вы только усугубляете свой рыв репутацию поэтому для меня важная репутация я проще переделываю работу пусть это будет немножко подольше но зато сделаю качественно и чтобы люди пользовались и радовались этим ремонтом а не плакали после того как эта плитка болелась так вот я всю гибризоляцию оторвал где она была нанесена как вы видите частями оторвалась вместе со штукатурным слоем верхнем здесь была по этому ряду плитка и поэтому тоже оторвалась вместе со штукатурным слоем здесь была армирующая лента я ее оторвал легко но гибризоляционный слой который находится на подиуме а подиум обработанный плиточным плиточным клеем как бы с трудом одирается практически только отказывается и вот здесь вот внизу тоже гибризоляция я ее практически отскапливал тут вот даже видно шпатерями я ее просто скаблил ну прям со штукатуркой со штукатуркой а вот сверху сверху вот стены как были просто заштукатурил ну не знаю как вот он передается на камеру вот как они были гладенькие то есть я прям снял гибризоляцию ну на видео там видно и вот чистенькая стена осталась ну вот собственно и все на этом я буду заканчивать свой обзор всем спасибо за внимание кстати напишите пожалуйста в комментариях связаны с такой ситуации может быть какой-то совет вам очень признателен если вы поучаствуете в обсуждении этого вопроса заранее всем спасибо всем удачи до встречи пока